Как передает издание, сегодня на борту разбившегося в Казани самолета Boeing 737 было двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Российской Федерации. По данным правоохранителей, в авиакатастрофе погибли 13-летняя Дарья Арташина и 15-летняя Алина Кашапова. Ранее сообщалось, что среди пассажиров детей не было. Напомним, в Казанском аэропорту при заходе на посадку разбился самолет авиакомпании «Татарстан». Самолет выполнял рейс «Москва-Казань». По предварительным данным, на борту находилось 46 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил, большинство жертв – женщины. По информации издания «Депо», «Нафтогаз Украины» возобновил закупку газа у российского «Газпрома». Об этом заявил глава российского газового монополиста Алексей Миллер. По его словам, Украина возобновила выполнение контракта. В пятницу премьера России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с украинским коллегой Николаем Азаровым заявил о необходимости выполнения Киевом обязательств по закачке газов в ГЭМ для выполнения международных контрактов. Через два дня в Украине, последний раз этой осенью, немного потеплеет, а уже завтра над всей территорией страны будет светить солнце. Во вторник, согласно прогнозам украинского гидрометцентра, температура воздуха днем в западных и южных областях составит плюс 8, плюс 10 градусов. А вот в центре, на севере и востоке, будет прохладнее всего плюс 3, плюс 5 градусов. В среду температура останется прежней, но на западе, севере и юге пройдут небольшие дожди, передает издание Вести. В четверг и пятницу, как обещает гидрометцентр, придет долгожданное потепление. В западных, северных и восточных областях воздух прогреется до плюс 9, плюс 11 градусов. В центре и на юге до плюс 11, плюс 14 градусов. Правда, на всей территории, кроме юго-восточной, будет идти дождь. В субботу в Киеве украинские атаманы в стартовом матче группового этапа нового сезона Всемирной серии бокса победили соперников со счетом 4-1. Помимо того, что хозяева заранее заработали одно очко в весовой категории до 52 килограммов вследствие ошибки американцев при заявке своего боксера, в составе нашего клуба Павел Ищенко и Денис Лазарев выиграли по очкам, а Александр Гонзуля завершил свой бой досрочной победой. Победив 4-1, свой следующий поединок в WCB украинские атаманы проведут 7 декабря опять на своем ринге, сообщает издание «Коммерсант». В Тбилесе прошла инаугурация четвертого президента Грузии Георгия Амаргинашвили. Бывший министр образования, баллотировавшийся от правящей коалиции «Грузинская мечта», набрал на октябрьских выборах более 62% голосов. На церемонии присутствовали 53 делегации от дружественных стран и международных организаций. Теперь Грузия, согласно изменениям в Конституции, становится не президентской, а парламентской республикой, а полномочия главы государства значительно сокращаются. Передает корреспондент НЭТ. Китайское правительство объявило о намерениях ослабить свою довольно противоречивую политику у одного ребенка. Согласно новому закону, супруги, каждый из которых является единственным ребенком в семье, получат право родить двоих детей, пишет издание «Дейли». Политика одного ребенка, начатая китайским правительством в 1979 году, помогла успешно справиться со стремительным ростом населения, но при этом повлекла возникновение множества проблем, начиная со старения населения и заканчивая эпидемией аборта по половому признаку и убийств новорожденных девочек родителями, ожидающими рождение сына. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова